Здравствуйте, дорогие телезрители! Приглашаем вас в очередную передачу, посвященную Центру Исламской Цивилизации в Узбекистане. Цикл называется «От славной истории к великому будущему». И это не случайно. На самом деле история Узбекистана, история нашей страны, она весьма богатая. Она отражает вклад нашего народа в мировую цивилизацию. И не случайно по инициативе президента создается Центр Исламской Цивилизации в Узбекистане. В Узбекистане общеизвестно, что исламская цивилизация в Узбекистане насчитывает более тысячи лет. И за этот период были созданы истинные шедевры как мировой науки, так и мировой культуры, архитектуры и других видов. Совсем недавно вышло постановление президента Республики Узбекистан о дальнейшем совершенствовании деятельности Центра Исламской Цивилизации в Узбекистане. И появились новые аспекты, которые будут актуальны для деятельности этого центра. В этом же постановлении отмечалась необходимость более глубокого и фундаментального изучения научного наследия Узбекистана. И в том числе первого ренессанса, исторического ренессанса, который наступил в IX веке. Этот период охватывает IX-XII века. И, соответственно, исследование различных аспектов этого ренессанса находится в фокусе внимания наших ученых. В связи с этим мы пригласили в нашу студию ведущих ученых, историков, для того, чтобы мы могли поговорить о проблеме ренессанса IX-XII веков, который отличает, отмечает нашу историю. И в этом смысле мне хотелось бы первый вопрос адресовать уважаемой Ольге Петровне. И хотел бы вас спросить, какова роль научного наследия наших великих ученых в формировании этого ренессанса? Что дал наш ренессанс мировой культуре, мировой цивилизации в контексте исламского развития истории нашей страны? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Акбар Акьян, ваш вопрос, наверное, очень актуален. Особенно в том контексте, что совсем недавно, 15-16 июля сего года, прошла большая международная конференция, инициированная нашим президентом Шавкатом Миромановичем Мерзияевым. И эта конференция была посвящена региональной взаимозависимости и региональным связям Центральной и Южной Азии. Мусульманский ренессанс, о котором мы говорим в настоящее время, ренессанс 9-12 веков, или первый ренессанс в той хронологии, которую сегодня обозначили наши уважаемые ученые, знатоки ислама, наук, он дал настолько много всему миру, что мы можем говорить о его влиянии не только на Центральную Азию, Южную, Юго-Восточную, Юго-Западную Азию, но и Ближний Восток, Северную Африку, а также Европу. Я приведу вам один маленький пример. Все мы знаем, что все наши ученые великие 9-12 века, Аль-Харизми, Беруни, Ибн Сина, они были и учеными-энциклопедистами, и учеными-подвижниками. Это очень вписывалось в картину мира, которую для себя представляли мусульмане. Эта картина мира обуславливалась такими важными явлениями, как хиджра и хадж. Хиджра – это переселение. Переселение подчас в место, которое благоприятно для проживания мусульманина и для распространения знаний. Хадж – это ежегодное посещение святых мест в Мекке и в Медине. И вот это вписывалось в ту картину исламского мира, которая пропагандировала поиск знаний. То есть здесь хиджра выходила как путешествие, поиск новых знаний, поиск учителей и передача своих знаний. И поэтому мы знаем, что и Аль-Фергани, и Аль-Харизми, и Беруни, и Ибн Сина, они во время своей деятельности посещали очень много городов Ближнего Востока, работали в частности в Египте, в Сирии, и они способствовали накоплению научных знаний и передаче тех научных знаний и открытий, которые они сделали. Естественно, что сейчас весь мир не может обойтись без десятиричной системы счета. Эту систему дали наши великие ученые. И вот тот пример, о котором я говорила. Во второй половине X века в Европе медиевистика, мы называем это время, средние века, темные века. Да, действительно, все очень сложно, противоречиво. Многие знания утеряны, просто утеряны основы многих наук, таких как астрономия, математика и так далее. А у нас расцвет. Этот расцвет, он идет в рамках изначально арабского халифата. А арабский халифат – это единая инфраструктура, система дорог, государственное управление, дипломатии. Единый язык арабский. Да, конечно, единый арабский язык. И поэтому ученые могут спокойно эти знания распространять. И знания доходят до Испании, до кордовского халифата, очень славного и своей историей, и архитектурой. И вот во второй половине X века монах одного из монастырей на территории Франции, имя его Герберт Реймский, это будущий папа римский Сильвестр II, в 999 году он станет папой римским, он просит одного из правителей Барселоны, графа Борреля II, взять его с собой, упрашивает взять его с собой из Франции на территорию Испании, чтобы он мог, потому что граф Боррель II, он снаряжает посольство к правителю хардовского халифата Аль-Хатаму II. И он просит включить его в состав посольства. И будучи включенным в состав посольства, он остается на территории кордовского халифата, и он изучает арабскую науку, науку, которую во многом взрастили, которую сделали эти научные открытия наши ученые, в том числе Тодж-Аль-Харизми. Пробыв несколько лет на территории кордовского халифата, он возвращается во Францию, и он знакомит Францию с десятиричной системой счета. С астролябией, с понятием меридиан, эклиптика, понятием круглой формы земного шара. То есть все то, что наши ученые центрально-азиатские дали арабскому миру, а арабы донесли до Испании. И он создает фактически для Европы математическо-астрономические школы, основанные на знаниях нашего первого ренессанса. Спасибо, Ольга Петровна. Мы сейчас обратимся к Саиду Акбару Саидовичу с вопросом. Ренессанс как термин имеет два значения. С одной стороны, это возрождение, и второе, это метафорическое развитие и расцвет культуры в какой-то период. Как вы понимаете, ренессанс это как возрождение или как ярчайший расцвет культуры народа? Есть такое понятие, что западный ренессанс и восточный ренессанс. То есть мы сейчас говорим о первом ренессансе, вот как отметили, значит, 9-е, 12-е века. Какие факторы повлияли на то, что именно вот в этот период началось развитие не только на всем Востоке, но в частности мы рассматриваем это центрально-азиатский регион. То, что здесь все еще сохранилась древняя цивилизация. А самый один из главных факторов, то, что центрально-азиатский регион, он находился на пути, как мы говорим, великого шелкового пути. В дальнейшем, значит, одним из факторов было то, что здесь происходит тоже слияние вот этих цивилизаций. И это тоже явилось одним из факторов того, что было... То есть формирование вот этого мусульманского ренессанса, оно проходило не на стерильной почве, не на чистом листе. Здесь существовала своя древняя цивилизация, особенно учитывая междуречие трансаксиана. Это то, что за Амударьей, это еще древние греки говорили о высокой культуре, которая была здесь. И, естественно, формирование цивилизации в условиях междуречия требовало и развития научных знаний, в том числе в астрономии, развитие регуляционных систем, также требовало необходимых знаний о природе, географических особенностях. Поэтому, естественно, вот формирование ренессанса, оно произошло на определенной такой исторической базе, которая была достаточно богата. Мне кажется, это тоже очень актуально донести до нашего молодого поколения вот тот очень яркий взлет культуры, науки, который происходил в этот период. И вот вы преподаете, насколько мне известно. И эта проблематика, первый ренессанс или мусульманский ренессанс, насколько она разработана в учебных программах? Я хотел сначала остановиться на одном моменте, что распространение ислама здесь на территории Центральной Азии, это было в период Омейадов, затем уже Аббасидский период. И, конечно, расширение территории арабского халифата привело к тому, что были применены те или иные вопросы законодательного порядка, основанные на устоях шариатского законодательства. В дальнейшем возникает уже идея построить медресе. А медресе – это с арабского, если мы переводим, место, где проводятся занятия. Вот этот богатейший пласт информации, который вы владеете, Ольга Петровна владеет, насколько это осуществляется в наших учебных программах? Изучается ли это в достаточной мере, вот эти пласты истории узбекского народа? Я в своей творческой деятельности занимался движением джадидизма. Это в конце 19-го, начале 20-го века. То есть их идеей были создание новометодных школ. Школ по новому методу обучения. Ну, многие уже знают их имена. Это Махмуд Худжабей Худей, Мунавар Хоре, Абдрауф Фитрат, Абдулла Худри и многие-многие друзья. Многие из них в тот период были еще молодыми, съездив в Россию или в Турцию. И познакомившись с ним, вот с этой системой преподавания, они, вернувшись сюда, начали на свои средства у себя дома. Или же потом они обстраивали эти школы, создавали новометодные школы. И они сами писали учебники для этих школ. Уважаемый наш президент Шавкат Миромаш Мерзияев, вот в прошлом году, когда была встреча накануне праздника учителей и наставников, то он отметил, что мы должны еще глубже изучить деятельность вот этих джадидов, просветителей, как он отметил, мыслителей, чтобы знать их вклад в тот период для развития науки, культуры и образования в этом регионе. Как вы считаете, достаточно у нас? Вот место уделяется в наших учебных программах по истории Узбекистана, вот этому периоду или еще необходимо разработать какие-то новые положения, подходы, пособия учебные? В прошлом году я работаю в Международной исламской академии Узбекистана. В прошлом году в декабре месяце мы проводили курсы повышения квалификации преподавателей истории города Ташкена и Ташкентской области. И вот в ходе встречи с ними выяснилось, что сегодня, оказывается, чувствуется недостаток вот таких учебных пособий, которые бы, особенно для русскоязычных групп, которые бы раскрывали жизнь и деятельность этих просветителей. Вот у меня одна книжка на узбекском языке «100 мыслителей Центральной Азии». Сейчас мы готовим ее к изданию на русском языке. И, видимо, переданы... Естественно, расширится аудитория читателей. Потому что уже новый подход в этих учебниках. Вот Национальный университет Узбекистана, тоже исторический факультет, выпустили ряд книг, посвященных вот этим ученым. Новый книг. Сейчас и в интернете можно найти. Но сегодня чувствуется вот необходимость вот таких учебных пособий. В нашем университете читаются такие курсы «Исламская культура и искусство». Так как у нас еще есть кафедра, это «Исламской цивилизации», вели предметы «История исламской цивилизации». И, конечно же, в рамках этих предметов сегодня рассматривается первый ренессанс. Какие произошли изменения в экономической, социально-политической, культурной жизни. С фотографиями дается, конечно. Спасибо. И сегодня это важно. Но у вас он специализированный вуз или академия. Поэтому совершенно понятно, что там вопросы эволюции, развития исламской цивилизации, они закономерны в фокусе вашего внимания. Вот как дело обстоит в национальном университете, который является как бы таким неспециализированным вузом, там много направлений. И вот именно в части истории Узбекистана, как вот этот аспект, первый ренессанс, научные достижения наших великих ученых, как оно освещается, вот это информационное поле. Во-первых, мне хотелось бы немножко дополнить в том плане, что вот когда мы говорим о первом ренессансе касательно Центральной Азии, мы как-то не делаем акцент на то, что наши ученые, они были не только изобретателями, не только энциклопедистами, они были еще и пропагандистами, и распространителями, и хранителями знаний. Благодаря, например, Фараби, который комментировал Аристотеля, благодаря Аль-Харизми и Аль-Фергани, благодаря Ибн-Сини, который собирал медицинские знания. Вот те знания, которые, их уже нет, этих книг нет, но они были переведены нашими учеными на арабский язык. И эти знания сохранились. То есть, вот, мне кажется, что в наших учебных пособиях, учебниках, и, наверное, в работе наших посоль за рубежом должны подчеркивать вот эту роль популяризаторов и распространителей науки. То, что касается Национального университета Узбекистана. У нас есть специальные курсы, которые мы читаем студентам, потому что невозможно говорить о государственном развитии, об управлении государством, об экономике, не затрагивая вопросы культуры и духовности. И поэтому читаются курсы, такие как «Наследие восточных мыслителей», курс «История суфийских тарикатов», «История исламской культуры». Они, к сожалению, у нас не каждый год читаются. Естественно, здесь вот нужно, наверное, подумать о том, чтобы, может быть, это были не спецкурсы по выбору, а основные курсы или один большой курс «История исламской культуры» и ученых, восточных мыслителей. Почему? Потому что, судя по реакции студентов, как они реагируют на то, что мы им рассказываем, это очень интересная тематика. И каждый раз они создают, ребята, такие презентации, они находят какие-то интересные факты об этих ученых, мельчайшие детали жизни. Например, тот же Ибн Сина говорит, что во время своих скитаний он посетил около 50 городов. И в этих городах он не просто занимался медицинской практикой, он читал лекции в медресе, действительно, он способствовал распространению медицинских знаний на странах Востока. Или же мы говорим о том, кто, можно сказать, подвел такой закономерный итог, то есть как бы резюмировал итоги первого ренессанса Ибн Батута, который прошел расстояние от своего родного города, от Танжера, до Мальдивских островов. И вот это ярчайший пример того, что дал первый мусульманский ренессанс. Сама идея, стремитесь к знаниям, получайте знания, потому что президент, он неоднократно, Шавкат Мированович, он говорит о том, что духовность это основа. И не зря мы говорим о третьем ренессансе в Узбекистане. Основа третьего ренессанса это духовность, просвещение, образование. Вы перешли так плавно к теме третьего ренессанса. Не случайно наш президент обратился к термину ренессанс и говорил о том, что мы должны создавать фундамент третьего ренессанса. После того, как это было озвучено на одном из торжественных собраний, посвященных годовщине независимости, через несколько дней буквально появилась целая серия статей в нашей печати. И в одном случае говорили о том, что третий ренессанс это, вот как вы сейчас подчеркнули, это ренессанс просвещения, ренессанс духовности. Когда наш президент, он выдвинул идею третьего ренессанса, он, конечно, полагался на то, что в нашей истории существовали периоды взлета. Вот этот первый мусульманский ренессанс, затем Тимуридский ренессанс. И вот теперь третий ренессанс, конечно, вот с точки зрения того, как будет развиваться научная деятельность центра исламской цивилизации, было бы интересно знать ваше мнение, в каком направлении должно идти изучение и пропаганда исторических наших ренессансов, мусульманского ренессанса, Тимуридского ренессанса, и как мы должны относиться к пониманию третий ренессанс, что он из себя представляет. Как это понимать ренессанс? Это пробуждение или возрождение, понимаете, вот в этом плане? Все это подразумевалось, это развитие экономики, науки, культуры и так далее. Поэтому сегодня, конечно же, Узбекистан тоже вот стоит на пути развития. Сегодня происходят в нашей республике, в экономической культуре большие преобразования, большие изменения. И, конечно же, вот мы какие-то факторы прошлого можем сегодня учесть, но с учетом сегодняшней ситуации, сегодняшнего развития и места Узбекистана, Центральной Азии в мировом пространстве. Спасибо, Саид Акбар. Саидыч, я понял, по существу, когда мы говорим третий ренессанс, мы подразумеваем новый Узбекистан. И я бы хотел к Ольге Петровне обратиться. Вы тоже разделяете эту точку зрения на третий ренессанс, как всеобщий вот такой подъем и развитие общества? Или это только касается определенной сферы? Вы знаете, как историк я не могу мыслить по-другому, потому что подъем науки и культуры, он практически невозможен без подъема экономики. Когда мы говорим, например, о том же первом ренессансе, мы можем назвать имена халифов, мы можем назвать имена меценатов, обеспеченных людей, которые не только спонсировали научные разработки, выражаясь современным языком, но они просто гонялись даже за учеными. Один Махмуд Газневи, вот, например, что стоит? Он же всю Академию Хорезмскую Мамуну он попытался перевести к себе в Газну. То есть это был и вопрос престижа государства. У меня работают такие ученые, и у меня совершаются такие научные открытия. И Беруни пишет канон Масуда, посвященный сыну Махмуда Газневи. То есть вопрос престижа государства, вопрос его статуса на международной арене, он, естественно, зависит от того, какие средства вкладываются в развитие науки и культуры. Развитие науки и культуры невозможно без духовности, потому что ученый, не соблюдающий духовно-нравственные кодексы, это может увести в совершенно непредсказуемую сторону. И естественно, что, вот мы всегда говорим, просвещенная Франция, наибольший ВВП, процент французского бюджета, он уходит именно в развитие науки и культуры. Но для этого этот ВВП, он, естественно, должен быть довольно высоким. И поэтому у нас без развития сектора экономики, предпринимательства, госторговли, государственно-частного партнерства, естественно, невозможно это. И поэтому понятие ренессанса здесь, это определенный шаг вперед. Да, для этого понадобятся усилия определенные, личные инициативы, личный настрой. Но это шаг вперед для того, чтобы все государство процветало. Спасибо. Я тоже присоединяюсь к вашей точке зрения. Считаю, что на самом деле Третий Ренессанс, он призван развивать и способствовать такому прогрессу в обществе. И он охватывает все сферы современного общества. И не случайно вот в постановлении по совершенствованию деятельности Центра Исламской Цивилизации и там указывается, что в рамках музейной экспозиции, в рамках вот того большого музейного ландшафта, который будет внутри Центра Исламской Цивилизации, отдельный зал будет посвящен теме Третий Ренессанс, Новый Узбекистан. Я думаю, Третий Ренессанс, который как бы и отвечает, собственно, девизу нашей передачи, вот славные истории к великому будущему, он как бы вот символизирует вот этот тезис. И, конечно, без знания истории, без знания вот тех достижений, которые были сделаны в прошлом, невозможно двигаться вперед. И наше руководство это очень хорошо осознает. И поэтому, собственно, и был создан этот Центр Исламской Цивилизации в Узбекистане, который подчеркивает огромную роль Узбекистана в развитии мировой цивилизации, который имел место вот в нашей истории. Я думаю, что эта тема, она бесконечна, можно говорить об этом очень много, но сегодня, мне кажется, мы затронули действительно актуальные вопросы этой проблемы. Я благодарю вас за очень интересные сведения, размышления, идеи. И надеюсь, что мы в будущих передачах будем также внимательно и глубоко говорить о проблемах нашей истории и в контексте вот того, что предстоит сделать Центру Исламской Цивилизации в Узбекистане. Спасибо вам за участие. Мы прощаемся с нашими телезрителями. И до новых встреч. Спасибо.